Второй матч серии начался почти так же, как и первый. На экваторе первого периода Николай Киселев в толчее на пятачке открыл счет. Однако повторить сценарий матча, сыгранного днем ранее, не получилось. Развить успех Алмаз не смог, а во втором периоде случился провальный отрезок. Начался он с грубой ошибки защитника в своей зоне, за которую сразу последовала расплата. Затем Лока забил в большинстве, а после этого и в меньшинстве. 1-3, ситуация для Алмаза стала критической. Рано выиграли, еще до выхода на лед уже выиграли. Плохо начали, в первые два периода вообще никакие были. Вот из-за этого все получилось не в нашу пользу. Но череповщане смогли прийти в себя, и за 30 секунд до второго перерыва Эдуард Гематов завершил выход двух нападающих хозяев против одного защитника гостей точным броском. Первые же удаления железнодорожников в третьем периоде хозяева смогли реализовать. Вновь отличился Гематов. 3-3. Алмаз бросился дожимать соперника, но ярославцы дотянули до конца основного времени матча. А первая же атака гостей в овертайме оказалась голевой. Обидное поражение Алмаза. 3-4. Сегодня совсем другая игра была, я думаю, что все это заметили. Я имею в виду по содержанию, во всяком случае, в нашем исполнении. К сожалению, по сравнению с вчерашней игрой, допустили очень много ошибок. Все мне обязательно голы пропустили. По-настоящему, наверное, включились в игру в третьем периоде. С чем это связано, будем разбираться завтра. Счет в серии стал равным 1-1. И команды переезжают в Ярославль. Все оставшиеся матчи, сколько бы их ни было, пройдут на площадке Лока. Ближайшая игра состоится 29 марта. Продолжение следует...